Соседство с крысами и тараканами уже никого не удивляет. Некоторые жильцов признаются, что им стыдно даже пригласить к себе гостей. Раньше в этом доме было заводское общежитие. Общий туалет и кухня напоминают о временах бывшего СССР. Здесь живет примерно 80 семей. Сказать, что условия жизни здесь не идеальны, значит ничего не сказать. Дом этим летом начал разрушаться на глазах. Обвалился вот этот вот козырек. Обвалился он перед маленькой девочкой, ее чуть не пришибло. Об этом мы уже говорили неоднократно, чтобы его убирали. Управляющие компании изумрудные. Им бесполезно об этом говорить, потому что они говорят, что козырек не в аварийном состоянии. Ну вот результат, вы сами видите. Бригада от управляющей компании все же приехала. Но они только собрали обломки в кучу, рядом с подъездной дверью. О том, что здесь раньше был козырек, теперь напоминают только железные балки. Когда в доме проведут ремонт, остается только гадать. Жильцы сменили несколько управляющих компаний в надежде найти ту, которая все же начнет приводить дом в порядок. Но так его и не дождались. Сначала говорили, что в декабре месяце сделают капитальный ремонт. Капитальный косметический. Перекроют все. То есть и фасад нам сделают, и крышу нам сделают. Декабрь прошел. Нам сказали 8 марта. 8 марта прошло. Вот уже июль месяц, и как бы никаких вообще продвижений нет. Обозрали стены. Все. И на этом ремонт у них закончился. Представители компании изумрудный общаются с жителями только по телефону. В этот раз диспетчер пообещал, что в течение двух дней все остатки козыряка будут убраны. Ну как разобрали? Тут вот лежит рядом передо мной куча. Ну, вы как представители этой компании? Нет, я думаю, что не знаю. Сделать ли людям ремонт неизвестно. Мы будем следить за развитием ситуации. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».